Исцеление отношений Как любое тело, к сожалению, в результате несовершенства этого мира проходит сквозь болезнь, можно меня сделать потише, главное, чтобы не было этого эха. Просто уберите монитор, если необходимо вам. Я подожду чуть-чуть, тяжело говорить. Да, вот так лучше. Ну, можно еще убрать. Как любое тело, которое нуждается в исцелении, точно так же отношения бывают нуждаются в исцелении. И здоровье, отношения очень важно, потому что, когда мы чувствуем боль или чувствуем болезнь в своем теле, мы перестаем, первое, мы перестаем получать удовольствие от жизни, мы истощаемся и мы перестаем быть продуктивными. Мы не приносим тот плод, который необходим не только для нас, но и для окружающих людей. Точно так же в отношении. Когда в отношении появляется болезнь, уходит удовольствие. Когда уходит удовольствие, становится тяжело продолжать такие отношения. Из-за этого начинаются все чаще конфликты, а истощение, которое приходит, разрушает внутренний потенциал, внутреннюю силу, внутреннее творчество, которое могло бы обогатить. Я построил сегодня проповедь на послании Иакова, 3 глава, с 1 по 12 стих. И дальше мы будем больше об этом говорить. Там речь идет о языке. Я не буду весь отрывок этот читать, он достаточно большой. Я прочитаю некоторые выдержки и остановлюсь на более значимых вопросах. Иаков, рассуждая о языке и о том, насколько он важен по отношению к жизни, он говорит о том, что если человек не согрешает в слове, то это человек совершенный, который может обуздать и все тело. Я начал проповедь с того, что мы говорим о отношении как в образе тела тоже. И оказывается, обуздать тело или обуздать взаимоотношения возможно, если мы научимся или станем способными более владеть своим языком. Дальше он дает в пример два образа. Первый образ он дает коня. Он говорит, что это большое, могущественное животное, но когда мы вкладываем удила в рот, то через это мы покоряем все его тело. И дальше он говорит о корабле, что это большое, великое творение человеческое, но небольшим рулем направляется, куда хочет кормчий. И он сравнивает это с языком. Когда мы думаем о исцелении взаимоотношений вне контекста языка, мы не достигнем по-настоящему исцеления. Вы знаете, когда люди говорят о исцелении по отношению к телу, они как-то более прагматично относятся к этому. Что я говорю? Мы обращаемся к специалистам или мы начинаем по мере необходимости, в зависимости от того, что болит, делать какие-то процедуры или принимать какие-то витамины или обезболивать путем повязок или еще чего-либо. То есть мы начинаем, когда говорим о исцелении тела, вкладывать туда необходимые действия. Когда мы говорим о исцелении отношений или о исцелении души, у человека больше такое абстрактное восприятие этого исцеления, как будто бы он не должен в этом принимать никакого участия, что только Бог чудесным образом это совершает и по-другому это никак не приходит. Но это неправильное понимание. Необходимо увидеть, что сфера отношений, она способна быть исцеленной, если мы научимся работать со своим языком. Дальше Яков в этом отрывке говорит о языке как о огне, который оскверняет все тело и воспаляет круг жизни. Представьте, язык оскверняет все тело. То есть не только те слова, которые ты говоришь, осквернены. Твое выражение, если оно неправильно, оно оскверняет всего тебя. И можно сказать, все отношения, они разжигаются, воспаляют круг жизни. Дальше он говорит, что язык укоротить никто из людей не может. Вот такое заявление делает Яков. О чем он говорит? Он там дает сравнение с животными. Другими словами, он говорит, если животное можно надрессировать на какие-то команды, какому-то поведению, вот язык надрессировать невозможно. Это тот свободолюбивый конь, который нужно постоянно обуздывать. То есть ты не можешь его однажды научить, и он всегда в послушании находится. Тебе постоянно приходится контролировать этот маленький орган твоего тела, чтобы он делал то, что нужно тебе. Если ты только перестанешь контролировать, он сразу начнет делать не то, что будет приносить благословение. И завершая, Яков говорит, что из тех же уст исходит благословение и проклятие. То есть он говорит, что наши уста, наш язык, он как инструмент, он может быть или инструментом благословения, или инструментом проклятия. То есть сам по себе язык, он хоть и более склонен к злу, потому что, наверное, мы более склонны, как личности, к каким-то эгоистическим и злым вещам, но сам по себе он как источник зависит от нас. Он может и благословлять, он может и проклинать. И вопрос, куда мы направляем его. Итак, я сейчас положил основание для того, чтобы мы дальше рассуждали на эту тему, на тему исцеления отношений. И я подчеркну после всего, что я сказал выше, что, на мой взгляд, именно язык является органом, ответственным за отношения. И если мы поймем, что язык нуждается в исцелении, мы поймем, как исцелить наши отношения. В исцелении языка заложен огромный потенциал. Иногда мы даже не представляем, насколько многого мы можем достигнуть, если только мы сможем научиться, чтобы наш язык был здоровый. Многие раны и травмы души произведены именно этим речевым механизмом. Глупые шутки, насмешки, оскорбления, неадекватные наставники или лесть – все это приносит раны и травмы, которые гораздо глубже, чем физические. Когда есть физический ушиб, ну, как-то, несмотря на его видимость, он проходит. Но чем более оскорбительное слово, тем более глубокие травмы рождает. Иногда эти травмы тянутся годами вместе с человеком. И человек становится буквально недееспособным в определенных областях жизни только по причине того, что некоторые слова так глубоко ранили или переломали его. Например, в книге «Притчи» написано, что мягкий язык ломает кости. Иногда лесть, которую вам оказали, она была настолько мягкой, что вы не заметили, как она сломала вас. Сломала в понимании вашей стойкости, вашей выносливости, вашей способности противостоять, потому что слишком много начали думать о себе. В результате начала возникать гордость. Причем эти раны и травмы души мы получаем не только от чужих языков, но и от своего собственного языка. Иногда люди сами на себя говорят то, что их же глубоко и ранит. Это самовредительство. Членовредительство, которым занимается человек по отношению к самому себе, когда он по каким-то причинам себе не нравится, или ему не нравится тот или иной поступок, вместо того, чтобы говорить правильные слова, если надо покаяние, значит, надо покаяние, но не надо себя оскорблять, не надо приводить себя в состояние вот этих ран и травм, которые потом будут долгое время беспокоить и навязчиво преследовать. С другой стороны, этот речевой механизм также и приносит великие преобразования и продвижения нашей души, которые происходят от слов. Если мы окунемся в мир литературы, в мир кинематографа или какой-либо другой, где используется речевой механизм, часто именно речь, вдохновляющая речь, она могла поднимать на подвиги. Какая-то песня, она зажигала сердца людей, люди готовы были идти на определенные события с большим вдохновением. Это слова могут быть вдохновение, спасение, утешение, исправление, и это тот же самый речевой механизм, и он уже может врачевать, он может лечить, он может совершать прекрасные вещи в нашей жизни, он может нас продвигать вперед. Итак, когда мы говорим о исцелении отношений, очень важным фактором является наш язык. Что производит наш язык и как мы относимся к тем словам, которые мы услышали? «В глазах Божьих наши слова не менее важны, чем поступки». Если вы никогда не думали об этом, я хочу, чтобы вы об этом подумали. «В глазах Божьих наши слова не менее важны, чем поступки». Евангелие Матфея, 12 глава, 37 стих. «Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». Господь Иисус, имея общение с фарисеями, с людьми книжными, Он вразумляет их, что от избытка сердца говорят уста, и что в принципе наши слова определяют нашу природу. Это все Он говорит выше. И завершая этот монолог, Он говорит «от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». Когда мы говорим о разговоре, о нашей речи, о нашем выражении в словах, это для Бога не менее важно, чем то, что ты делаешь. Поэтому, когда люди позволяют себе говорить все, что хотят, им надо задуматься, но мы же не позволяем себе делать все, что мы хотим. Мы же понимаем определенные ограничения, и слава Богу, что мы понимаем эти ограничения точно так же в наших словах. Если мы желаем, чтобы возросло исцеление во взаимоотношениях, неважно в каких взаимоотношениях, необходимо понять ответственность слов, которые мы произносим. Способность говорить – это не просто вибрация воздуха, которая складывается в определенные звуки. Это Божий дар, самовыражение, которое формирует нас самих и круг нашей жизни. Это определенное творчество, которое Бог дал нам. Он не дал это никому другому из творений Его на этой земле. Он вложил это в человека. Способность говорить, способность выражать себя. И именно Господь является создателем, если в кавычках сказать, программного обеспечения нашего речевого механизма. Он обеспечил нас этим. Он имеет лицензию. И когда в эту способность вмешивается какая-то ненормативная лексика или наше выражение по отношению к себе или к другим людям переходит те стандарты, которые Бог вложил, тогда происходит инфинцирование. В наше программное обеспечение попадает вирус. И вирус, который проник через язык, он, к сожалению, очень устойчивый. Наверное, нет настолько устойчивого вируса в жизни человека, как тот вирус, который попал в него через язык, когда он говорит вещи, разрушающие его жизнь. Первое послание Коринфянам, 6 глава, с 9 по 11 стих. Апостол Павел перечисляет неправедность, которая Царство Божьего не наследует, и он задевает там очень серьезные грехи, блуда, идолослужение, извращение, пьяниц и так далее. И там же убийц, и там же злоречивые. То есть вот в этом перечне всего находятся и злоречивые. Когда мы позволяем себе говорить то, что Бог не определил для нашего речевого механизма, чтобы мы это изрыгали из себя, тогда мы не только ставим под сомнение отношения здесь, на земле, но мы ставим под сомнение отношения с Богом. Настолько глубоко проникает этот вирус, что он способен разрушать самое дорогое для христианина способность быть в Царстве Божьем. Злоречие – это не просто порог. Некоторые думают, что это порог. Это не просто порог. Это осознанный грех, от которого нужно избавление и освобождение, которое требует глубокого покаяния и принесения плода этого покаяния. Порог – это когда что-то в жизни человека, ну вот так произошло, что у него это есть, какая-то характеристика, которая неприглядно его выставляет. Но злоречие – это осознанный выбор человека. Да, возможно, человек вырос в этом, но абсолютно каждый человек понимает, что злоречие, когда он говорит то, что неприемлемо для нормального человеческого общения, он чувствует это, как и человек, когда ворует. Он чувствует это или делает какое-то другое преступление. Поэтому если мы позволяем себе производить через себя злоречие, оно нуждается в таком же покаянии, как и блуд, как и воровство, или другой грех, который перечислен вот в этом отрывке. Это нуждается в покаянии. Это не просто некоторые… У меня просто вырвалось, дорогие, это не просто вырвалось. Это духовная зависимость, это одержимость, от которой нужно избавление. Поэтому очень важно понимать этот вопрос взаимоотношения со своим языком и с выражением наших мыслей или наших чувств через слова. Часто мы не можем получить исцеление во взаимоотношении, потому что именно находимся в тюрьме наших собственных слов. Те слова, которые мы наговорили и иногда продолжаем говорить, они как решетки на окнах, за которыми наша свобода. Эти слова, как определенные коды, охраняют и содержат нас в некотором состоянии, которое мы не можем назвать счастливым состоянием души или успешным состоянием во взаимоотношениях. Они могут удерживать нас на территории тьмы без исповедания и общения. Слова могут удерживать на территории тьмы, когда мы продолжаем говорить себе и обманывать себя или обманывать других и при этом находимся во тьме. И эти слова обмана, они не пускают нас к исповеданию, они не пускают нас в здравое общение. Они могут удерживать нас в безумных обещаниях и залогах, когда мы с кем-то начинаем выстраивать взаимоотношения и выстраиваем какие-то договоренности, которые аморальны или которые не соответствуют нашим возможностям. И мы потом попадаем как в тюрьму в эти слова и не можем найти свободы потом во взаимоотношениях. Удерживают иногда нас в негативном представлении или отрицательной презентации, когда мы говорим сами про себя и наговариваем то, что не должно говорить на творение Божие, который Бог, который создал нас, Он не приемлет иногда те слова, которые люди сами на себя говорят. И человек находится иногда в тюрьме своих собственных слов и не может найти в себе освобождение. все, что необходимо, это сломать эту решетку, эти запоры и перестать говорить то, что удерживает нас в тюрьме. Я хочу с вами сегодня коротко поговорить о пяти основных направлениях, в которых было бы хорошо поработать для исцеления взаимоотношений. Я мог бы больше, наверное, говорить, но верю, что Дух Святой положил в мое сердце только пять направлений во взаимоотношениях, касающиеся нашего языка, где было бы хорошо провести ревизию и посмотреть, может быть, одна из этих сфер и является болезненной, в которой нужно исцеление. Первое – это обещание. Первое – это обещание. Невозможно построить сильные отношения без обещаний. В принципе, вера в Бога и наши взаимоотношения с Богом начинаются с обещаний. С обещаний Божьих. Поэтому и написано «Все обетования Божьи во Христе Иисусе. Да и аминь». Если бы у нас не было обещаний Божьих, у нас не было бы платформы для выстраивания будущего. Нам не во что было бы верить, другими словами. Во что верить, если нету обещания? Но именно обещание Божье, что Он простит наши грехи, Он откроет для нас жизнь вечную, Он благословит нас. Именно эти обещания, они становятся фундаментом для нашей веры. И когда мы верим в эти обещания, Бог признает нас праведными. Авраам поверил в обещания. Бог говорил с Авраамом на уровне обещаний. И когда Авраам согласился с Богом, он говорит, «Да, Господь, Ты показал мне звезды, Ты сказал мне о песке, я Тебе доверяю, я верю в Твое обетование или в Твое обещание». Это создало платформу для того, чтобы Бог начал продолжать продвигать Авраама. То есть, можно сказать, это исцелило их взаимоотношения. Несмотря на то, что Авраам оставался верный Богу, и после поражения пяти царей, мы знаем, его встретил священник Бога Всевышнего, Мелхиседек, по чину которого потом был назван Христос, и он дал десятую часть, и себе ничего не взял. Он был праведным человеком. Он оставался верным, был на той земле, на которую Бог его послал. Но нечто было в его сердце, что можно было назвать болезненностью во взаимоотношениях, потому что, когда Бог после этих событий к нему пришел, и говорит, «Я твой щит, награда твоя велика», Авраам начал, ну, в какой-то мере, выговаривать свое сердце. Он говорит, «Что ты мне дашь? У меня нет наследника». Кризис во взаимоотношении был в том, что некоторые обещания ему казались несбыточными, и Бог начал работать с ним вот в этой сфере, чтобы исправить его слова, исправить слова Авраама, что как будто бы у него нету будущего в Боге. И когда Бог поверил Аврааму, исправил свои слова, исповедовал свою веру в обещания Божьи, тогда Бог признал его праведным, и их взаимоотношения от этого только окрепли, так что после Господь назвал его своим другом. Давая обещания, мы формируем платформу для построения будущего. Поэтому, когда обещания нарушены, происходит разочарование и тупик во взаимоотношениях. Когда семья образовывается, всегда есть определенное обещание. Обещания друг в друге. Даже если это не было выражено в какой-то свадебной клятве, все равно были общения, были разговоры, и были определенные обещания, внутри которых и были сделаны решения верить друг другу, доверять друг другу, вместе выстраивать взаимоотношения. Если, сестры, я обращаюсь к тем, кто еще не замужем, вам обещают только Луну с неба или звезды с неба достать, это не очень хорошая платформа для построения будущего. Просите что-то более того, на котором платформе можно и будущее тоже построить. Скажи, звезду мне не надо с неба, вот твою жизнь достаточно, вот звезды не надо. Давай ты будешь той звездой, на платформе которой мы уже будем выстраивать взаимоотношения. Итак, когда обещания какие-то мы чувствуем, что нарушены, в этот момент происходит разочарование, оно может быть выражено или в какой-то агрессивности, или наоборот оно может... Ну, об этом поговорим чуть позже. Когда мы говорим о обещаниях и нарушении обещаний, иногда это происходит таким образом. мы хотим исполнения чего-то в то время, когда мы хотим. Но не всегда происходит что-то от Бога или от других людей в тот момент, когда мы этого хотим. Важно в отношениях, когда мы разговариваем о взаимоотношениях, если вот в этой сфере обещаний у вас возникли болезненные ощущения, очень важно посмотреть не на то, что уже сделано или что еще не сделано. Важно посмотреть, сохраняет ли человек, который рядом с вами, верный курс на свои обещания. Потому что, ну, не все зависит в этой жизни от человека. И это не значит, что если человек до сих пор что-то не дал, он этого дать не хочет. Просто бывает так складывается ситуация, жизнь, здоровье, что не всегда ты можешь ждать то, что ты обещал в то время, когда человек от тебя это ожидает. Так иногда у детей бывает, когда дети начинают обвинять своих родителей в том, что они что-то не дали, не замечая того, что родители всю свою жизнь оставались верны своим обещаниям. Но, может быть, они не смогли это исполнить во всей полноте. Но они делали все, что они могли. Поэтому, когда мы говорим о формате обещаний и исцелении отношений, важно обратить свое внимание на то, сохраняет ли человек верность курсу в формате этих обещаний. И если да, этого достаточно, чтобы продолжать доверять друг другу и выстраивать свои отношения вперед в будущее. Именно так Бог поступил с Авраамом. Он ему не дал на следующий день, он не пришел к нему с извинениями. Он не сказал, ой, извини, да, знаешь, как-то замотался, ангелов слишком много было, много совещаний провел, там война, здесь еще какие-то вопросы. Вот извини, Авраам, про тебя как-то забыл, не дал тебе наследника. Нет, он говорит, мой курс по отношению к тебе не изменился. У тебя будет не один сын, у тебя их будет так много, что ты даже себе представить не можешь. продолжай верить в мою верность, я продолжаю работать в этом направлении. Поэтому исцеленные отношения в формате будущего, в формате построения платформы для взаимоотношений необходимо смотреть не на то, что исполнено или не исполнено, а на то, насколько человек остается верный рядом с вами тем направлениям и общим договоренностям, которые вы приняли. Проследнюю ремарку, вот к этому я скажу, к первому, к обещаниям. Мы быстро забываем, что сказали и долго помним то, что услышали. Это моя фраза, во всяком случае, я так думаю, она пришла мне из моего сердца, поэтому могу ей пока как собственный оперировать. Еще раз скажу, мы быстро забываем, что сказали и долго помним, что услышали. Поэтому важно смотреть не на то, что нам сказали другие, нам важно продолжать сохранять курс по отношению к верности и наблюдать за тем, чтобы другой человек, который с нами в этих глубоких отношениях также был в этом направлен. И если это так, у нас нет никаких взаимных, не должно быть претензий, нам необходимо продолжать строить отношения и не говорить слова разочарования или слова тупика, а продолжать выстраивать взаимоотношения. Второе, что необходимо, в какой сфере или в каком направлении необходимо посмотреть на свою речь, на развитие своего взаимоотношения с другим человеком – это правило. Качественное построение взаимоотношений невозможно без общих правил. То есть если нет общих правил, то в принципе отношения практически невозможно построить. То есть они могут быть ветренными, они могут быть временными, эмоциональными, но если говорить о качественных отношениях, которые мы определяем как неболезненные, а которые могут приносить плод, без общих правил это невозможно. Когда говорим о обязательствах по отношению к одному человеку, конечно, в этот же самый момент мы должны иметь некое зеркальное восприятие этих обязательств и на себя. Когда часто берутся места из Писания и в одностороннем порядке представляются мужу, жене, родителям или детям, но нету зеркальной ответственности, то это уже не общие правила, это какая-то тирания односторонняя. То есть человек в одностороннем порядке требует исполнения каких-то обязательств, но не представляет себя как человека, который играет по этим же правилам. Поэтому, когда мы говорим о исцелении взаимоотношений, важно возвращаться к знаменателю общих правил внутри взаимоотношений. И когда вы говорите о взаимоотношениях в семье, необходимо проговаривать эти общие правила, то есть они должны быть. Если их не существует, тогда вы будете говорить постоянно, как на двух полюсах, только не будете слышать друг друга и не будете воспринимать друг друга. Когда происходит пренебрежительное отношение к обязательствам или путаница в ответственности, тогда происходит определенный мятеж. Потому что люди во взаимоотношениях, они нетерпимы к лицемерию. То есть какое-то время это может проходить, но это не может быть постоянно. Поэтому в семьях, в отношениях начинает подниматься мятеж. Потому что человек говорит, мы с тобой играем, но мы с тобой играем не по одним и тем же правилам. Ты требуешь от меня то, что ты к себе не представляешь, так не должно быть. Поэтому для исцеления взаимоотношений очень важно, чтобы наши слова, наши речи, наши наставления, они опирались не просто на наше представление, а обязанностях другой стороны, но чтобы они опирались на общевыработанные правила и нормы внутри этих взаимоотношений. Поэтому об этом стоит говорить и в этом стоит исцелять свой язык, уходить от постоянных претензий и приходить к общим знаменателям. Слова в Евангелии сравниваются как семена. И семена, которые сеются в жизни, знаете, вот они как и в земледелии, сорняки приживаются проще. Вот сорнякам не нужен какой-то особый уход, а благородное что-то, что-то плодоносящее и приносящее результат, оно нуждается в дополнительной заботе. Поэтому Христос дает притчу о разной почве, Он говорит о разных схождениях. Так вот, когда мы пытаемся установить правила какие-то, нам всегда тяжело говорить и взращивать те слова, которые будут приносить плод. Нам легче вбрасывать сорняки, которые не имеют благородства в себе. Они просто, ну скажем, на данный момент решают какую-то нашу проблему, а завтра эта проблема, она только усугубляется, потому что нету плода, нету результата. И для того, чтобы взращивать добрые семена в наших семьях, в наших взаимоотношениях, для этого необходима глубокая работа с почвой, чтобы удобрять, чтобы взрыхлять, чтобы делать для этих семян возможность, для этих общих правил, о которых мы говорим, чтобы создавать необходимую возможность. Иногда это, можно говорить о мир, мир в семье, определенный порядок в отношениях к той или иной вещи. Когда этого нету, тяжело добрым семенам прорастать. Или когда мы говорим о разговорах внутри семьи и обсуждении каких-то вопросов, очень важно обращать внимание, какая почва у нас находится во взаимоотношениях. И еще одну хочу дать вам притчу в этом вопросе общих правил. Есть притча, одна из таких трудных для толкования притч. Вроде бы она простая, с первого взгляда, но достаточно сложная для восприятия в свете Евангелия. Это притча о плевелах и о пшенице. И написано, что человек посеял добрые семена, но потом начался всход. И вдруг слуги этого человека обнаружили, что среди пшеницы есть плевелы. И они задают вопрос. Говорят, разве ты не сеял доброе семя? Почему же среди доброго семени выросли вот эти вот плевелы? Он говорит, потому что враг, человек посеял их. Вот вы знаете, мы можем находиться в самых лучших отношениях, в самых лучших семьях, но как бы мы ни пытались оградить свой огород, туда все равно будут залетать семена вражеские. И время от времени будет происходить то, что наши отношения, они будут пополняться какими-то процессами, бесплодными и не имеющими результата в будущем. И когда служители говорят, хочешь, мы пойдем вырвем эти плевелы, господин говорит, оставьте расти до времени жатвы. А когда придет жатва, тогда мы отделим одно от другого. И вот я бы хотел в образе этой притчи дать некоторое понимание во взаимоотношениях, что и как мы можем иногда их исцелять. Есть периоды, когда во взаимоотношении людей возникают разные правила, которые не от Господа, и не от слова, и не от мудрости. Но так получилось, что люди создали определенные правила в результате каких-то процессов, где им было тяжело, или они устали, или им было больно. В результате этого что-то возникало и сохранялось какое-то время. И в пророках есть интересное в Исаии такое выражение, где написано, что евреи, они уже, у них выражение такое закрепилось, заповедь на заповедь, правило на правило. И когда Господь пришел, Он обличал израильский народ в том, что Он говорит, вы слишком много соблюдаете, но в этом многом вы забыли главное. Вот есть периоды, есть такие моменты в нашей жизни, когда нам необходимо, чтобы мы увидели жатву. То есть, вот есть периоды в семье, когда определенные правила, они перестают быть целесообразными, и нужно проводить просто ревизию, и смотреть, что приносит плод, а что не приносит плод. И то, что приносит плод, это сохранять и оставлять, а то, что уже перестало приносить плод, это надо убирать, чтобы делать следующий урожай. Если мы будем жить по этому принципу, что у нас одно правило, и потом на него другое правило, а чтобы оправдать третье правило, нужно придумать четвертое правило, а чтобы выйти из-под пятого правила, нам нужно придумать шестое правило, в конечном итоге мы придем в состояние, когда мы забудем вообще главное, а для чего мы вместе живем. И когда мы забудем главное, тогда начнутся серьезные внутренние конфликты, потому что правила, они уже не будут работать в пользу, они будут разрушительными в нашей жизни, что и произошло, когда Иисус пришел, и люди доходили до безумия, когда Он даже не исцелял, Он говорил только слово, протяни руку, а люди готовы были Его убить за то, что Он делал добрые дела в субботу. Настолько правила были более важны, чем главное, о чем говорит Христос, это милость. Поэтому, когда мы созидаем наши семьи, очень важно время от времени, чтобы у нас приходили вот эти периоды жатвы, где мы разбираем и определяем, что приносит плод, что не приносит плод. Иногда это не надо вырывать на начальном этапе, потому что ты не до конца понимаешь. Да, может быть, на начальном этапе это тебе может показаться, как-то радикально или как-то может быть не совсем правильно и так далее, но надо дать какое-то время прогрессировать. И потом, уже когда приходит процесс результативности, смотреть, если это не подходит, значит, надо пшеницу убирать, пшеницу сохранять, а плевелы убирать. Давайте перейдем к третьему направлению, в котором также важно разговаривать и находить процессы взаимопонимания и исцеления. Это презентация. Слова формируют отношение к себе и к окружающим. Поговорим немного об этом. Если мы желаем иметь исцеленные взаимоотношения, здоровые взаимоотношения, мы не можем не обращать внимания на то, как мы себя презентуем. Презентация – это фундаментальный фактор в процессе того, как нас воспринимают другие люди и на основании чего они с нами строят взаимоотношения. Язык является инструментом тайного. Он вскрывает глубинную суть человека. Он отображает избыток его души. Поэтому, когда мы начинаем презентовать себя каким-либо образом, в принципе, вскрываются вот эти внутренние кладовые. И здесь нужно работать над собой. И не только, когда мы презентуем сами себя, но когда мы презентуем людей, с которыми мы имеем отношение. Как мы говорим об этих людях? Как мы рассказываем о наших детях? Как мы рассказываем о нашем муже или о нашей жене? Как мы представляем нашу церковь? Как мы представляем братьев и сестер? Презентация, она показывает, насколько наше таинство души и чем оно наполнено. И иногда больно слышать, как проходит презентация близких людей. Потому что то, что люди говорят о тех, с кем они живут, у тебя чувство, что они живут, ну, как минимум, в зоопарке. Что их окружают нелюди. Бесчувственные какие-то, агрессивные, не способные ни к чему. Но ведь это неправда. Это просто та копилка, которая переполнилась в тебе, и ты начал позволять себе говорить то, чего не должно говорить. И в этом необходимо получить исцеление своих слов. Нам важно, чтобы наши слова, они отображали наше желание по отношению к человеку. Если мы желаем, чтобы этот, мы говорим, я хочу жить, и человек говорит, я хочу жить вот с такой, с такой, или такой, или я хочу жить с таким, таким и таким, а живу с таким и таким, и таким. Нет, это не исцеление, это усугубление проблемы. Я не говорю, поймите правильно, я не говорю сейчас о том, что нам надо исповедовать на людей, которые рядом с нами, что-то. Я говорю, чтобы мы научились правильно излагать свои мысли по отношению к человеку, и важно также излагать правильно мысли по отношению к себе. Ведь иногда, как человек себя представляет, и при этом ожидает, что его будут продвигать, но делает это несоответственно продвижению, потому что говорит о себе совсем не с точки зрения перспективы. Слова имеют способность проникать гораздо дальше, чем мы видим. Слова имеют в себе способность проникать гораздо дальше, чем мы видим. И иногда мы где-то говорим какие-то глупости или какие-то унизительные слова, и нам кажется, вот мы здесь только об этом поговорили. Нет. Эти слова, они как коррозия, они настолько глубоко могут проникать во взаимоотношения, что ты удивишься, что твои слова всплыли вообще в другом месте. И настолько далеко, и они, эти слова, настолько влиятельные, что ты не можешь теперь выстроить нормальные взаимоотношения. Поэтому нам надо очень аккуратно относиться с теми словами, которыми мы пытаемся как-то презентовать или себя, или другого человека. В книге Экклесиаста 10.20 написано, «Даже и в мыслях твоих не злословь царя, и в спальной комнате твоей не злословь богатого, потому что птица небесная может перенести слово твое и крылатая пересказать твою речь». Когда мы презентуем кого-то и делаем это в неправильном свете, и это происходит просто под чувствами, под давлениями, под эмоциями иногда. Человек что-то сделал не так, а мы взяли и, как знаете, те вандалы что-то нарисовали на той картине или на той статуе, что-то там подрисовали, или рога, или усы, или фингал под глазом. Мы их так презентовали, но это было просто эмоциональный всплеск, эмоциональное давление. А ты наговорил и даже не знаешь, как далеко твои слова могут проникнуть. Остановись вовремя и не позволь своим устам вводить в грех плоть твою, чтобы тебе потом не оказаться виновным. Так происходит, как накопительный эффект. Здесь написано даже в мыслях твоих не злословь царя. То есть даже в мыслях наших, когда мы формируем какую-то самопрезентацию или презентацию других нам близких людей, нам даже в мыслях надо правильно проговаривать, говорить то лучшее, что мы видим и знаем в этом человеке и те ожидания, к которым мы хотели бы подвинуть наши взаимоотношения. Поэтому важно, чтобы вот этот накопительный эффект он не был внутри таким как бы бродящим, бродящей закваской неправильных слов, которые однажды потом вырываются наружу и разрушают все доброе вместо того, чтобы созидать. Конечно, на форму нашего самовыражения часто влияет и воспитание. То есть, когда человек, он живет и воспитывается в семье, и не все из нас мы воспитываемся в семьях, где есть высокая культура, взаимоотношения. Так бывает, что иногда или в обществе мы имеем отношения, и то, что там прививается, ну, это не соответствует, скажем так, желаемому. И поэтому очень важно обратить внимание на воспитание. Воспитание, которое мы получили в этом мире, его не нужно транслировать сегодня в нашей новой жизни. Если мама и папа у тебя так поступали друг с другом и ласково называли друг друга словами, которые больше относятся к животному миру, чем к человеческому, это не значит, что тебе нужно повторять и делать то же самое. Поэтому Иисус, обращаясь к верующим, к своим ученикам, Он говорит, я не хочу оставить вас сиротами, я умолю Отца, с вами будет Дух Святой, Он будет вам приносить настоящие слова, Он будет давать вам настоящее воспитание. Вот мы, как верующие люди, должны довериться Духу Святому, чтобы Он нас перевоспитал, чтобы Он принес нам понимание. Послушайте, как апостолы, как в посланиях они обращаются к церкви, возлюбленные, благословенные, и так далее, и так далее, и так далее. Там много прекрасных слов, которые... и они там потом корректируют, они потом говорят определенные вещи, они дают определенные наставления, но когда они их презентуют, они говорят очень почтительно, очень хорошие слова. Я думаю, что нам надо учиться у Духа Святого вот этому воспитанию, работать над своей речью, работать над способностью покорять свой язык Духу, и это будет нам давать совершенство в наших отношениях, а не говорить все, что пришло тебе на ум, как только ты подумал об этом человеке. Четвертое направление, в котором нам необходимо поработать и, возможно, получить исцеление, это атмосфера. Атмосфера. Атмосфера наших слов, она как бы программирует на будущее наше восприятие возможных событий. То есть атмосфера – это то, что мы своими словами, своей речью возбуждаем вокруг себя и внутри самих себя. Давайте я прочитаю вам из Евангелия Матфея, 10 глава, 19-20 стих. Иисус говорит своим ученикам, «Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас». Вообще, я когда думал о проповеди и думал об этом Писании, мне показалась очень интересной формулировка, с которой Господь обращается своим ученикам. Ведь когда мы предполагаем конфликт, мы стараемся этот конфликт проговорить внутри себя. То есть мы находим аргументы, мы находим контраргументы, мы находим оправдания. Они бывают разные, бывают правдивые, бывают лукавые. И когда Иисус говорит своим ученикам, у вас будут конфликты, но вам не нужно думать о них настолько сильно, чтобы как бы конфликтовать еще до самого конфликта внутри себя. То есть атмосфера, в которой вы должны пребывать, это не должна быть атмосфера конфликта. Это не ваше дело. Когда придет конфликт, сам Дух Бога Живого, он будет на вашей стороне, и он будет говорить через вас. Другими словами я бы сказал, Господь говорит своим ученикам, не программируйте себя на конфликты. Когда мы живем вот с таким внутренним состоянием в себе или созидаем это внутри взаимоотношений, мы понимаем, что конфликты неизбежны. Ну, конечно, они неизбежны. Но если мы наперед программируем, мы потом начинаем шаблонами говорить, и это не исцеляет взаимоотношения. То есть, например, мы услышали, в той семье жена поступила так, муж ей сказал так, мы приняли это как какую-то формулировку и ожидаем конфликта теперь в семье своей. И если в нашей семье так произойдет, то мы поступим так. Но где в этом есть от Господа уверенность, что ты, поступив шаблонно, получишь исцеление своей семьи или своих взаимоотношений? Это недоверие Духу Святому. Поэтому, когда Господь, Он говорит, вам необходимо созидать атмосферу доверия Святому Духу. Да, конфликты будут, да, будут проблемные ситуации, будут проблемные люди, да, будут как-то вас воспринимать неправильно, говорить о вас неправильно, не беспокойтесь об этом. Не ставьте себя заранее врагами всем, тем более врагами своим ближним. Дайте возможность себе больше доверять Господу. Это, как знаете, как настройка по умолчанию на оправдание, агрессию или обман. Когда человек по умолчанию, он уже себя настроил на конфликт. И он уже знает, я или буду обманывать, или буду агрессивно реагировать, или еще как-то. Господь говорит, не надо тебе себя так настраивать. Слова имеют в себе духовную платформу. Мы продолжаем говорить о атмосфере. Послание к Ефесянам, 4 глава, 29-31 стих. Никакое гнилое слово, да не исходит из уст ваших, а только доброе, для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, Которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие, со всякой злобою, да будут удалены от вас. Когда мы перестаем доверять Святому Духу и начинаем использовать в своей речи инструменты плоти, чтобы добиться эффекта, как нам кажется, это приводит нас к тому, что мы лишаемся атмосферы Святого Духа в наших отношениях, в нашем доме. То есть мы хотим, чтобы Бог что-то исправил, но используя инструменты плоти, мы лишаем себя присутствия Божьего. В момент, когда ты пытаешься достигнуть результатов в конфликте мирскими, плотскими, какими-то шаблонными способами, в результате атмосфера портится, потому что Дух Святой не присутствует в такой атмосфере. И то, к чему здесь апостол Павел побуждает церковь в Ефесе, он говорит, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Вот в чем нам необходимо растить, расти то, что нам необходимо продумывать, то, что нам необходимо программировать, это наставление в вере. Да, будут конфликты, как я смогу помочь? Как я смогу говорить слова веры? Как я смогу вразумить, вдохновить и благословить, чтобы это принесло благодать, чтобы сохранить правильную атмосферу? Пятое и последнее направление, о котором мы поговорим в вопросе исцеления отношений, это орудие. Орудие. И в данном случае я уже теперь буду говорить не о орудии, которые мы применяем один против другого, а о орудии согласия. То есть, когда семья, если это семья, мы говорим, если о семье, то у семьи бывают необходимые процессы, внутри которых они применяют те или иные орудия для достижения результата. Это совместные цели, совместное видение, которое проходим. И вот в книге пророка Исаия 2.4 и книга пророка Иоаиля 3.10. Интересное то, что я себе подметил, выражение одно и то же, только меняется местами. В книге Исаии написано, там говорится о Господе, и там говорится, «Перекуют мечи на орала». То есть, военные орудия превратят в орудия землепашцев. А в Иоаиля написано наоборот. «Перекуют орала на мечи». И слабый будет говорить «Я силен». Вот интересно, есть такие периоды и есть такие периоды. Вот когда мы хотим, чтобы наши отношения в семье были исцеленные, здоровые, нам необходимо понять, есть разные периоды жизни, внутри которых необходимо согласие для одинаковых орудий. Если это не происходит, мы не достигаем тех целей, того видения, которое ставим перед собой. И есть эпохи, есть периоды, когда нам надо согласиться оставить мечи, то есть, что такое меч, это что-то воинственное, какие-то достижения, какие-то определенные силовые действия, которые мы производим для достижения каких-то целей. и есть время, когда приходит, и это надо переменить на орудия землепашцев. И есть наоборот, когда орудия землепашца надо переменить, уйти от этого понимания спокойного времени и понять, что сейчас время неспокойное, и необходимо определенная защита, необходимо определенное, более такое силовое действие, чтобы защищать то, что вверено нам. И вот эти вот предметы, это не были предметы-трансформеры, орала и мечи, то есть, это не то, что там сделали какие-то манипуляции, и из орала превратился в меч, или наоборот. Это также не было одновременно существующее, то есть, они убрали меч в шкаф, а из шкафа достали орала. Там говорится о переплавке, то есть, буквально брали одно орудие, клали его в горнило, поднимали температуру и перековывали, делали абсолютно новый предмет. И мне показалось это важным для сегодняшней нашей темы, что согласие, которое есть во взаимоотношениях, только согласие способно иметь совместное вот это перековывание одного в другое. Не просто мы взяли из запасника одно, и теперь мы работаем этим, а потом мы... Нет, это как изменение эпохи, как изменение направления, изменение пророчества. В какой-то мере это духовное действие, когда необходимо понять и объединиться в согласии, и это бывает сложно. Когда ты привык к определенному образу жизни, и вдруг начинаются какие-то катаклизмы, и тебе нужно вставать на защиту, тебе нужны определенные силовые методы для того, чтобы защитить твоих детей, твою семью. Я не имею в виду агрессию. Я говорю о том, о юридическом, о правовом поле. Я говорю о духовном поле. Я говорю о том, что иногда есть такие процессы, когда нужно взять одно орудие и в согласии изменить его для того, чтобы в данный период времени достигать результата. И потом приходит другое время, и открываются другие способности, и нужно снова в согласии это менять. И для этого необходимо проговаривать взаимные действия, чтобы это происходило. Потому что то, что пророки говорили, они не говорили одному человеку, или они не говорили царю, они говорили это обществу, они говорили к взаимодействию, они говорили к согласию. Потому что, если это будет делать один, этого не будет результата. Это должно быть согласие. Если это семья, если это муж и жена, это должно быть согласие двоих. Прославление, пожалуйста, выходите. Мы будем сейчас завершать. Пять направлений я дал вам сегодня, на которых можно было бы вам остановиться, поразмышлять, посмотреть в том или ином направлении ваших взаимоотношений, какие у вас ведутся разговоры и как вы употребляете свою речь в том или ином формате. В завершение хочу напомнить вам два примера веры и исцеления, которые удивили Иисуса. Первый – это сотник, который настолько верил в силу сказанного слова, что в своих взаимоотношениях со Христом сказал «Тебе не нужно входить в мой дом, тебе достаточно сказать слово, и мой слуга будет здоров». Исцеление через веру в слово. Не в слово, я имею в виду сейчас Библию или Слово Божие, а исцеление в способности сказать с властью то, что может исцелить. Дорогие, в наших отношениях иногда все, что нужно, это научиться с властью говорить правильные слова. И это будет приносить исцеление. Мы очень часто сориентированы на действия. Действия извинения, какие-то положительные действия для выстроения взаимоотношений, какие-то подарки. Все это хорошо, все это нужно, но более сильное – это сказанные слова, сказанные от сердца, сказанные с властью. Они могут исцелять отношения. Когда мы говорим слова любви, когда мы говорим слова прощения, когда мы говорим слова вдохновения, иногда, а я думаю чаще, это более исцеляющая сила, чем даже какие-то поступки. Нам трудно говорить такие слова. И вторая история – это история женщины, хананиянки, которая шла и умоляла Господа, и кричала, чтобы Он исцелил дочь ее, которая объяснуется так, что даже ученики говорят, ну кричит за нами, давай как-то уже вникнем в ее проблему. И то, что удивило Христа, это не ее просьба. То, что удивило Христа, что она могла сформулировать свою покоренность истине. На самом деле, если вы внимательно прочитаете вот эту историю, она записана в нескольких Евангелиях, в Евангелии Марка так написано, 7,29, и сказал ей, за это слово пойди, бес вышел из твоей дочери. То есть исцеление пришло не в результате просьбы этой женщины. Исцеление пришло в результате правильной формулировки по отношению к истине. Вот иногда мы просим, 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 но нужно сформулировать свое отношение и через формуляр отношения, который мы высказали, проговорили, может прийти исцеление. Иногда нужно просто остановиться и сформулировать то, что мы понимаем по отношению к тем людям, которые с нами живут, соответственно, истине. Эта женщина, она не просто себя уничижала, как бы добивалась благоволения Христа. Она на основании истины правильно сформулировала свое положение. и внутри этого получила исцеление. Но больше не буду говорить. Давайте встанем для молитвы. Итак, исцеление отношений мы можем достигнуть более качественно и более быстро, если мы достигнем исцеления нашего языка, если мы научимся взаимодействовать с Ним и делать так, чтобы язык служил на пользу, а не на разрушение. Разные сферы нашей жизни, если мы туда посмотрим и изменим какие-то процессы нашего разговора, мы увидим лучший результат. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...